Казанскому федеральному университету В начале своего доклада Ленар Сафин рассказал о том, что в Казанском федеральном университете открыт проект «Цифровые кафедры», который направлен на получение цифровых компетенций в области создания алгоритмов и разработки программ для студентов профильных и непрофильных направлений. Важно отметить, что помимо теоретических знаний, которые студенты получат во время обучения, для ребят предусмотрена практика по всем программам в крупных компаниях-партнерах. В прошлом году в рамках подготовки и переподготовки кадров для республики мы существенно нарастили контингент обучающих в области здравоохранения инфокоммуционных технологий. Благодаря федеральному проекту «Цифровая кафедра» 2300 студентов не IT-профиля осваивают продвинутые цифровые технологии. Далее ректор Казанского федерального университета рассказал о проекте «Передовые инженерные школы», инициированной Миноборнауки Российской Федерации. Школа базируется на территории набережной Челнинского института Казанского федерального университета. Проект представляет из себя целый студенческий кампус с современной и технологической инфраструктурой. Его главной задачей является производство программных продуктов для роботизированной и беспилотной техники, разработка зеленых технологий машиностроения и проектов двигателей, работающих на неуглеродном топливе. «Мы начали заниматься вопросами промышленного дизайна. Был создан новый профильный институт. Здесь у студентов формируются навыки проектирования, моделирования, конструирования. Благодаря поддержке республики, а также нашего индустриального партнера, компании КАМАЗ, в набережной Челнах формируется передовая инженерная школа». В сфере интернационализации наиболее важным достижением КФУ за отчетный период стало открытие филиала на территории Республики Узбекистан в Джизаке. Целью создания филиала является подготовка высококвалифицированных кадров для Республики Узбекистан, обладающих глубокими фундаментальными и научно-практическими знаниями на основе современных образовательных программ Казанского федерального университета и отвечающих международным стандартам. «Мы смогли запустить данный проект. Сегодня там уже обучается 360 студентов. 10 февраля текущего года наш филиал посетил президент Узбекистана Шавкат Мирамонович Мирзиевев и дал положительную оценку его деятельности. Было решено несколько важных вопросов по дальнейшему развитию филиала». Не оставили без внимания недавнее вручение премии президента России в области науки и инноваций для молодых ученых за 2022 год Ирику Мухмадинову, научному сотруднику Казанского федерального университета. Его проект катализаторов нефти отметился как один из актуальных на нефтяном рынке. «Университетом разработаны газогидратные технологии хранения и транспортировки природного газа, которые на порядок дешевле СПГ. В этой связи не случайно нашего молодого ученого Ирика Мухаммадинова, который получил премию президента Российской Федерации и был отмечен как молодой ученый за разработку катализатора для повышения нефтеотдачи пластов». После доклада прошла вопросно-ответная сессия, где Ленар Сафин ответил на интересующие вопросы гостей заседания. Так, первой темой обсуждения стала новая система высшего образования в стране, которую вчера в своем послании к Федеральному совету анонсировал президент Российской Федерации Владимир Путин. «Как на ваш взгляд, нужен ли новый закон об образовании с учетом вчерашнего выступления нашего президента Владимира Путина?» «Нужно проанализировать те новые вызовы, которые стоят перед нами, посмотреть, что, наверное, в нашем законе на сегодняшний день несовершенство, и, возможно, мы придем к инициативе, что нужен новый закон об образовании». Также на заседании поднялся вопрос, касающийся научного движения в стенах Казанского университета и за его пределами. «Вот я вспоминаю, как свою комсомольскую работу, и там у нас были соревнования среди вузов по деятельности научных кружков среди студентов. Как эта работа, вы думаете над этим, чтобы активизировать эту деятельность среди студенства именно через создание научных кружков?» «В каждом институте есть по 10-15 кружков научных, и они занимаются разными тематиками, то есть разной проблематикой. Это действительно, вот в Униксе, весь Уникс был у нас, в общем-то, наполнен этими решениями, иногда очень интересные решения, и у ребят есть уже и стартапы. Поэтому я приму эту информацию к сведению, и на Совете ректоров, я думаю, на ближайшем мы этот вопрос поднимем. Думаю, что межвузовское, в общем-то, такое, скажем так, соревнование кружков, я думаю, нам не помешает. Отметим, что получателями социальной части гранта программы «Приоритет-2030» стали 46 университетов из 22 субъектов всех федеральных округов страны. Адрина Абдрахманова, Универньюс.